Вот как далеко, мелко, это пляж Скала в колонии. Вот туда тянется водоросли, как вы видите. И вон там только начинает быть по пояс. Вот греческий вариант Айрана, но он кислее, чем турецкий. Турецкий мне по вкусу более приятный. А в монастыре мы купили вот такие две иконки Елены Константина и святого Игнатия, основателя этого монастыря. Иконки по 5 лир. История этого монастыря такова, что он был еще основан, посвящен Архангену Михаилу, основан в византийские времена. И работал до тех пор, пока османы не покорили остров в 1462 году. Где-то столетие одно он не работал. И потом вот этот святой Игнатий Агалиан восстановил монастырь и построил главную церковь Католикон. Там в монастыре есть музей. Я показывала, там вход 2 евро, очень интересный. И вот там 5000 книг. Там есть библиотека вообще в этом монастыре. А в музее там редкие рукописи, церковные предметы, султанаты, святые иконы, ювелирные изделия и многое другое. Поэтому обязательно посвятите этот музей, этот монастырь. Это очень интересное место. Наверное, это и есть кризис. Вот таверна брошенная. Не работает. Такая облезленькая. Закрыто, открыто. И такой храм. Скалоколония небольшой. Внутри тоже. Вот эти апартаменты Алкитея мы отменяли. Гранировали сначала в Букинге, а потом отменяли. Это тоже, наверное, кризис по-гречески. Брошенный дом. Участок. Такое встречается периодически. Барашки пасутся, а все остальное запущено. Такой красивый дом. С широким стволом пальма. Вот опять. Вот такие задворки. Вон там много мусора не выведенного. С мусором какая-то у них непонятка. В туалетах общественных, я уже говорила, нету. Только так, в кафе, в торговых центрах. Ну и здесь, на острове. У нас сегодня последний ужин в Скалоколонии. Завтра уезжаем к нам. Принесли. Я не знаю, надо это гренки. Наверное, это гренки, да, на гриле. Хлеб, кузо, лимонад. Заказали. Микс. Микс заказали. Скажи, как называется. Сувлаки микс заказали. Посмотрим, но без курицы. И жареный сыр. Посмотрим, что нам принесут и вам покажем. Сыр принесли жареный. Намазываем на гренки и кушаем. Давай, намазываем. Колбаска здесь и все, что хотела. В общем, это не Сувлаки, это какой-то у нас микс. С лимоном поливаем. Тут все с лимоном щедро сдабривается. Масло и лимоны тут льют нежалеючи. И хлеб у нас был политый маслом. Я, как репортер, суфиксирую ребро, колбаска и какая-то как котлетка. Да, котлетка? В общем, это все вкусно пахнет и аппетитно. И гарнир, картошка бесплатная. Здесь даже еще и свинину увидели. Вообще, очень вкусно. Трафтеры, специи, вообще супер. Еще и говядина. Свинина, говядина, колбаска, ребро, котлетка. Вот столько много в миксе. Супер. 10 евро. И наш кушт пошелся в 24 евро. И мы вот вообще идем, идем, ели, идем. А что вы ели? На десерт у нас же арбуз принесли нам в подарок. У нас было низкое видов мяса. Котлетка, не знаю с чего. Суперовская с травами. Из баранины. Да, все очень приправлено вкусными травами. Потом была, стейк был из свинины, стейк говядины. Сосиска была с такими пряными травами, вообще бомбическая. Баранина на ребре. Баранина на ребре. Сколько она считала? Пять. 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 И эта порция была... Сыр. Сыр был еще. Сыр был даже лишний. Потому что я его... Можно было без него, да. Сыр что-то 6 евро. Где-то 10... Подожди, ауза сколько стоило? Пять евро. Пять евро ауза стоило. И 1,5-2 евро лимонника. Доброе раннее утро. 31 июля. Мы уезжаем. Вот там солнышко где-то поднимается. В той части. Море спокойненькое. Завтракаем и уезжаем. На 9 часов на паром. Вкладываем вещи. Это нам вчера принес в гостинчик. Ой. Веренье. Ну, это все. Эпок. Пакетик оранжевый. Так понимаю, презент они всем оставляют на память. И вон там засушенный морской иконок. Представляете? Конец морской. Это капец. Даже не один. Два. Самый интересный чек. Мы оплачали в букинге. По карте операция есть. Вот еще и чек предложил. Представляете? И так в путь. Прощаюсь с Калакалони. Было интересно. Было здорово. Поверните направо. Затем поверните налево. Калакалон. Такой деревенский отдых. Если вам надоел мегаполис, то здесь самое оно. Дороги свободные. Нет такого вот скопления людей ни на пляжах, нигде нет. Все по-домашнему. Хозяева приветливые. Люди улыбаются. Вкусная еда в кафешках. Обалденная. С любовью готовят. Так подходят. Улыбаются как-то. Принимают хорошо. Нет вражды. Нету ни какой-то там злости. Медленно все. Ленивые. Ю. Европы. Очень интересно для меня. Я до сих пор сейчас буду вспоминать как-то плавно. На греческом. Обычно спрашивают. Where are you from? Откуда вы? А Рим? Украина. Все сразу понимают. Здесь говоришь Украина. Они не понимают. Начинаешь там как-то что-то объяснять. Потом они включаются. Ааа. Как? Украиня. 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 Вот это на греческом. Украина. Украиня. Вот. Потратили мы за эти четыре дня. Продукты. Покупки. В общем. Все разводы. Где-то евро двести. О проживании я уже говорила. 144 евро. Машина. Машина. Большую часть расходов занимает. Машина. Ареста 153. И на бензин. Пятьдесятка двести. Пускай пятьдесят. Но без машины здесь сложно. Мало что. Можно на пляже лежать одном там? Можно. Но просто тогда остров вы не посмотрите. Мы даже не все объездили посмотрели. Потому что тяжело. Горные дороги. И хочется покупаться. И жарко все таки. Поэтому. Ну. То что посмотрели. Это посмотрели. Ну. Очень разноплановый остров. Он вулканический. Поэтому. Двигаясь в разные части острова. Разные пейзажи. Разная природа. Но. Такого песка. На пляжах. Вы не увидите. Такого желтого. Красивого. Вот как на картинках. Нет. Здесь песок серый. Потому что остров вулканический. Поэтому. Тут. Вода чистая. Да. Вода прозрачная. Чистая. В основном. Это галька. Крупная. Есть еще и валька. Чуть-чуть. И с Машкой. На юге. Мелкая-мелкая. Была разноцветная. А у нас. Скалоколония. Водоросли. Сначала водоросли. Потом. Дальше. Песок. Ну. У нас. Основание. Залива. Колония. Поэтому. Все прибегает туда. Питательная база. И птицы. Рызы. Да. И поэтому. Там очень. Благоприятная среда. И поэтому. Туда. Каждую весну. Съезжают. Потому что. Здесь. В Скалоколонии. Много зимует. Перелетных. И вот. Они там. Стоят. С биноклями. Наблюдают. Наблюдают. С этими птицами. Старинные церкви. Монастыри. Красивейшие. Греция. Да. Греция. Конечно же. Это. В Турции. По ранней патрожках. Еда. Турецкая. Вот. Получается. И здесь тоже. Ее готовят. Ну. Потому что. История. Очень. Переплетена. Тесно. Вот. Немножко даже. Грустно. Уезжать. Понравилось. Понравилось. Душевно. очень душевно. Вчера хозяин постучался, принес на подарок с хозяйкой приходил? Сын хозяйки. А, сын хозяйки тоже приходил? А, не Питер. Сын хозяйки. Апельсиновое варенье. Я читала в отзывах, что дарят. И вот нам тоже принесли апельсиновое варенье, такую паночку небольшую. И там два была морских конька засушенных. Так приятно. Такая частичка немножко. Будем пробовать. Варенье уже тут. С коньками. С коньками. Так, и направляемся сейчас в Меделине. В форт. 9 часов утра у нас парол Пайвалык. Там мы кинем якорь на два дня. Будем отдыхать от дорог. От вождения. Будем просто купаться и отдыхать. У нас там завтрак, ужин, отель. Дорожный, да. Все. До встречи. А еще не отметили то, что за 4 дня мы ни разу не услышали русскоязычную речь. Ну, может, так нам преподало. Но вообще, когда я собирала информацию перед поездкой, то ведь не встречала отзывов. Ну, там буквально в интернете пару видео. То есть, для русскоязычных как-то остров не очень популярен. Кажется, этот остров обделен вниманием. И хорошо. Он великолепен. Ну, да. И замечательно. Вчера, кстати, мы были в монастыре в Муни-Леманас. И спросил, ну, я не знаю, кто он служитель. Тоже, наверное, да? Тоже, опять же, спросил, откуда вы? Опять же, немножко не понял. Потом, а, украине. И потом спрашивают, ортодокс? Я говорю, кольец, ортодокс. Показываю крестик. Так что, об Украине, наверное, тоже они тут не очень много знают. Мне так показалось. Говорила, но еще повторяю. Пляжи бесплатные. Шезлонги, зонтики бесплатные. Ну, по крайней мере, денег нас никто не требовал. Но, так вот, деликатно. Как вчера, мы заняли шезлонг напротив нашего отеля с зонтиком. Парень подошел. Обычно это шезлонг, зонты. Это вот, наверное, какой-то. Муниципальных нет. И спросил малую. Какие желательные напитки? Ну, мы, естественно, для приличия заказываем что-нибудь. И вот так же, что точно мы ездили в АТР. Разместились на их местах. И взяли у них там купали напитки. Все, и можешь там находиться. Поэтому вот. Это тоже немаловажный момент. Пляжи бесплатные. И шезлонг, зонтиками бесплатные. Но туалетов нет. Это минус. То есть, это либо, опять же, таверны не все имеют туалет. Но кафе, торговые центры, в которых торговых центров, в принципе, тут особенной нет. И нет. Мы не встречали. Два больших супермаркета в колонии. Один из которых строится. И там туалета. Нет. Это вот такой момент. Еще один лайфхак. Рано утром, вот 7 утра. В двух заправках никто не работает. Я ж не могу. Рано утром не все заправки работают. Тут в третьей попытке отправились в третьей, которую проезжали, заправки. Поэтому имейте в виду, рано утром нигде не заправитесь. И нам бесплатно прочерли стекло, пока наливался бак бензина. Вередние. И еще вспомнила такой момент. Здесь, наверное, какое-то есть требование к архитектурному стилю, потому что все дома, все деревеньки, они похожи друг на друга. В чем? Крышами. Все крыши черепичные. Красного цвета. Сколько мы деревень не проезжали, все они дома, эти кучки домов, все с красными черепичными красками. Дома, я не переключилась, наверное, с видео этого, с Wi-Fi на моей стрелочке. Ну, каратка, едем же. Включи, пожалуйста. Ну, едем же. Смотри. Город, который мы не посмотрели. Ну, потому что он очень шумный, очень живой. Тут нужно на машине быть внимательным, внимательным. Прямо. Через 200 метров поверните налево. Поверните налево. Угу. Что-то, наверное, улица есть. Далеко еще до конца, там чуть-чуть должно остаться, правильно? Я слежу за маленькими участками. Через 200 метров поверните направо. Ура, ехали. Таможню поминаешь? С левой стороны. Угу. Таможню с левой, и нам направо отдавать машину. Поверните направо. Затем ваше место назначения будет справа. Метеллина очень большая. Тут тоже много чего есть смотреть. Так, пилите, да ну да. Но это должно быть время. Вот это же наше? Авис. Где? Вот написано. Ваше место назначения находится справа. Рент-кар Авис. Что-то мне кажется, что там еще никого нет. Сдаем машинку. Сроднились с ней, жалко. Встали машину. Прождали почти час. Идем на порт. Идем на паром. Шумное, беспокойное Метеллине. Трафик такой уже с утра. Ну, это самый крупный, большой город. Портовый остров. Портовый остров. КТЭЛ. Это расписание автобуса, между прочим. Вот. Мантамангост, Игри, Антиса, РС, Долоколонис, Батера. Кому надо. Расписание автобуса. КТЭЛ. Расписание автобуса. Не знаю, снялась или нет. Повторяю. Вот. Видите рейсы. Если кому нужно, можно остановить, посмотреть. Маливас, Петра, Колони, Агия, Параскеви, Пламари, Ватера, Палисмитас, Скала Колонис, Месопотопос, Антиса, Скала Эресос, Сигри, Токсиархис, Мантамандос, Скала Секаменье. Мы идем сейчас на паспортный контроль, на таможенный контроль. Машину сдали. Не вернули за нами. Да не, машина все в порядке. Помыть надо было бы, конечно. Но мы не помыли. Стоим в очереди. Сердце этот самый спал. Нет, ничего, переживаю. Ну так с машиной все в порядке, что ты переживала? Конечно, в порядке. Ты знаешь, что когда мне родной это самое делать? Посмотри еще. Где-то удар, блядь. Вот ты там бежишь, а еще что-то. Это невроз. Человек будет два дня снимать невроз. Вот и все. Вещи у нас недосматривались. Контроль даже не было с камерой пальцев. Пар, документуй! Прошли. Быстренько. Сегодня на людей будет мало, потому что выходная. Сегодня день будний. Будний день сегодня. Вещи не смотрели у нас ни туда, ни обратно. Даже не пропускали ни через что. Не знаю, насколько это безопасно. Пропускали только там, в Турции. Здесь в Реции нет. Туда проходили сканер пальцев. Кое-кого просили, перепроверяли. А отсюда не было, даже не стояло пограничников такого аппарата. Вот. Вот турецкий наш с красным флагом. Тот греческий между островами. Греческими. А этот именно Туриол. И вот я не угадала вот этот Туриол с греческим флагом. А тот рядышком идет, наверное, в другое направление. Муравьи! 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 Красная дорожка. По красной дорожке. Это уже такой пассажирский, без транспорта. То есть дело будет быстрее. И вот эти пассажирские подчеркты. И вот, два, три. Вот, три. Сейчас они вперед. И вот она и и тут, как на месте. И вот тут, И вот тут,